Владелец кафе захотел узнать, откуда к нему приходят посетители. Однажды он опросил клиентов, сколько километров они преодолели, чтобы попасть к нему в кафе. Ниже перечислены результаты опроса. Вот здесь список расстояний. Владелец кафе хочет построить диаграмму, по которой было бы видно разброс расстояний. Ключевое слово здесь – разброс. И медиану расстояний, которые преодолевают его клиенты. Какую диаграмму ему лучше построить? Ответ на вопрос «какую диаграмму лучше построить» гораздо проще, чем построить саму диаграмму. Но владелец кафе хочет наглядно увидеть разброс информации. И в то же время он хочет видеть медиану. Какой вид диаграммы может предоставить эту информацию? Ему подойдет диаграмма со смешным названием «Ящик с усами». Давайте ее построим. Для этого нам нужно будет найти медиану всего набора данных и медиану каждой его половины. И чтобы удобнее было искать медиану, лучше упорядочить данные. Какое здесь минимальное число? Двойка. Еще одна двойка. Затем тройка. Вот еще одна тройка. Кажется, тройки все выписали. Затем четверка. И еще одна четверка. Пятерки есть? Нет. А шестерки? Да, вот она. Похоже, шестерок больше нет. Семерки? Да, одна семерка. И я сейчас поняла, что пропустила единицу. Здесь даже две единицы, я обе пропустила. Есть еще одна восьмерка. Смотрим дальше. Девятки? Нет. Есть десятка. Одиннадцать есть? Есть. А двенадцать? Нет. Тринадцать? Нет. Четырнадцать? Есть. Дальше пятнадцать. Затем двадцать. И, наконец, двадцать два. Итак, мы упорядочили данные. И теперь можно искать центральное число, медиану. Сколько у нас элементов? Так. Раз, два, три, семнадцать. Нечетное количество. Поэтому центральный элемент — это тот, у которого восемь элементов слева и восемь элементов справа. Давайте его найдем. Один, два, три. Вот эта шестерка больше восьми других чисел. И если я нигде не ошиблась, она должна быть меньше восьми других чисел. Значит, эта шестерка и есть медиана. Чтобы построить диаграмму ящик с усами, нам недостаточно знать лишь одну медиану. Теперь нам нужно найти медиану каждой половины нашего набора. Нечетное количество элементов не делится пополам. Поэтому исключаем медиану и ищем медианы каждой половины набора. Иногда медиану оставляют, но, как правило, ее исключают и дальше рассматривают отдельно левый набор и правый набор. Итак, возьмем первую половину набора. Чему равна его медиана? У нас здесь один, два, три, четыре, пять. Так, восемь элементов. Четное количество. Поэтому в центре будут два числа. Центральные числа. Вот эти, двойка и тройка. Три числа слева от них и три числа справа. И если у нас два центральных числа, то медиана будет равна их среднему арифметическому. Ровно посередине, между двумя и тремя, лежит два с половиной. Два плюс три – это пять. Делим пополам, получаем два с половиной. Итак, медиана первой половины – два с половиной. Теперь найдем медиану второй половины. Здесь тоже восемь элементов. В центре лежат два числа – одиннадцать и четырнадцать. Медиана – это их среднее арифметическое. Одиннадцать плюс четырнадцать – это двадцать пять. И если разделить это число пополам, то получится, что медиана второй половины равна двенадцать с половиной. И этой информации достаточно, чтобы построить диаграмму ящик с усами. Давайте нарисуем числовую ось. И здесь у нас пусть будет ноль. Масштаб нужно выбрать так, чтобы влезли все числа до двадцати двух. Тут пусть будет пять, затем десять, здесь пятнадцать, это двадцать, вот тут двадцать пять. Можно продолжить. Здесь тридцать и вот здесь тридцать пять. Есть несколько вариантов, с чего можно начать построение ящика с усами. В этой диаграмме ящик – это центральная половина данных. Он, по сути, отвечает за вот эти данные. Это данные, лежащие между медианами двух половин. Именно этот фрагмент и отображается ящиком. Итак, мы начнем рисовать ящик с нижней точки, с двух с половиной. Это точка, отделяющая первый квартиль от второго квартиля, то есть первую четверть чисел от второй четверти чисел. Итак, давайте отметим. Вот у нас два с половиной. Эта точка лежит ровно посередине между нулем и пятью. Вот у нас два с половиной. А верхняя точка – двенадцать с половиной, которые находятся ровно посередине между десятью и пятнадцатью. Это число отделяет третий квартиль от четвертого. И ящик – это все, что лежит между ними. Это буквально средняя половина наших чисел. И еще на нем надо обозначить медиану. Собственно, это одно из условий графика, которое требовалось от нас в задаче. Медиана набора данных – число шесть. Где-то здесь у нас будет точка шесть. Медиана в ящике обозначается так – вертикальной чертой. А усы в диаграмме ящик с усами показывают размах данных. Усы показывают, что данные распространяются вплоть до двадцати двух. Где-то вот здесь будет точка двадцать два. Числа заканчиваются на отметке двадцать два. А где-то здесь у нас будет единица. Снизу данные начинаются с единицы. Вот и все. Мы построили диаграмму ящик с усами. Такой график позволяет визуально сразу определить несколько показателей. Например, чему равна медиана? Вот она – это штрих, который разделяет ящик. Сам ящик показывает среднюю половину – основную часть набора данных. Усы показывают, насколько далеко идут данные за ящиком. То есть общий размах данных. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Продолжение следует...